Пусть за всем, это не готовность ей до такого ступени относительно взаимодействия, так? Нужно, ведь, понимаете, вот что такое любить? Это принимать человека со всеми его недостатками и относиться к этому с улыбкой и с пониманием. Для неё, да, у неё реакция немножко другая. Поэтому, конечно, да, наверное, вот на данном этапе мы можем говорить о том, что всё-таки готовности к таким серьёзным отношениям у неё, с её стороны нет. Почему? С этим нужно разбираться. То есть, вы знаете, вот есть такой момент, когда мы говорим о готовности, да, и иногда задают вопросы, вот, ты готов, например, вот на что ты готов ради меня? Ты готов ради меня прыгнуть со скалы в море? И это ведь на самом-то деле тоже эгоизм. И, пожалуй, это тоже неготовность человека, который задаёт этот вопрос к серьёзным отношениям, потому что он очень легко распоряжается жизнью того человека, да, которому задаёт такой вопрос. Просто замечательная фраза, я даже специально вот выписала. Стендаль. Любовь – это благородный союз. Двух лиц против всех третьих лиц, против всех искушений извне. Вот так, да, против всех, но благородный. Мы живем с моим громадянским человеком 5 лет. Он официально дружный, но с семьей не живет, она вообще в другом городе. Я хочу за него замуж, чтобы все было официально, потому что я не могу для себя зрозуметь, чьи дружина я ему взагалі. Неодноразово были с ним разговоры, но он говорит, что разницы в отношениях нет, и дело не в шлюбе. Но для меня это имеет значение. Таня Купьянцьк. Ну, вот возникает вопрос, что, собственно говоря, хочет услышать женщина. То есть, ну, как минимум, здесь у Женика, конечно, иллюзии есть. Да, это видно. Но, во-первых, это не гражданский брак. Очень может быть, что для него это оказалось достаточно серьезным стрессом. И очень может быть, что ему страшно оформлять новые, именно официально новые отношения. И тогда вот это вот неразвод, то, что он не оформляет официального развода, это защита. То есть, все-таки он, поскольку он официально женат, то на новые отношения, именно зарегистрировать новый брак, ну, тогда вот не получится. То есть, очень может быть, что это просто защита. Поэтому мне кажется, что нужно все-таки поговорить по-хорошему и попробовать понять все-таки, что важно для этого мужчины. То, что важно для нее, это естественно и понятно. Что важно для него. Я сдатен быть щирым у отношений, только, как говорят, под алкоголем. Когда я твереза, я турбуюсь про то, что будь-якие отношения в жизни заяви, а закохаться – это лишь шлях до расчарования. Игорь, 31 год, Харків. Да, ну, конечно, такая сложная ситуация. Ну, я вам хочу сказать, что есть определенные понимания, да, что такое для человека алкоголь. Вот, в принципе, при помощи алкоголя человек способен делать конфликты, какие-то жизненные конфликты, временно сносными. То есть это способность ощущать, вот когда мы ощущаем тепло, благодаря ощущению, вернее, да, вот тепла внутри, мы придаемся иллюзии защищенности. Понимаете? То есть благодаря уменьшению, при этом уменьшаются тревоги, какие-то страхи, да, и благодаря этому мы начинаем принимать самого себя. И вполне естественно, что, вот, например, с позиции психоаналитического учения о неврозах, у людей, которые принимают алкоголь в каких-то сложных стрессовых ситуациях, да, есть проблема и с самооценкой. То есть, безусловно, здесь можно говорить именно о, да, заниженной какой-то самооценке, о некоторой неуверенности в себе, да, в каких-то аспектах. Человек как бы заполняет так называемую нарциссическую вот дыру, да, возникающую в связи с опытом, который он получил по жизни, опытом лишений, да, и вот он заполняет эту дыру и поглощает алкоголь и начинает верить в свои силы, да, начинает верить в себя, в свои способности, в том, что он может полюбить, в том, что он может создать семью, в том, что он может, там, и так далее, и так далее, да. То есть, вот это случай именно тот. То есть, я думаю, что мы можем, да, вот, я думаю, что этому молодому человеку нужно все-таки сосредоточиться на том, чего именно, что именно вызывает у него опасения. Ну, может быть, для мужчины, да, когда мы скажем, что он чего-то боится, это будет, ну, на самом деле боятся все люди, это абсолютно нормально, это не страшно, это защитная реакция, так что все нормально. Ну, вот, чего опасается именно он? Может быть, какие-то элементы застенчивости, да, безусловно, может быть, это опыт его собственной родительской семьи. Поэтому это вот такой вот набор многих каких-то таких проблем, которые привели к этой ситуации. Не можу зробити першого кроку у відносинах, хоть якби дівчина мене не цікавила. Коли зателефоную сама, інше діло, а якщо не телефоную, зроду не зроблю першого кроку. И так прогавил уже на один вариант. Миша, 27. Миша, 27 лет, да, если я не ошибаюсь. Ну, я боюсь, что это тот же, в общем-то, достаточно степени похожий вариант, да. Возможно, это какие-то страхи, возможно, это уровень, определенный уровень застенчивости, да. И, возможно, это был опыт отказа. Очень может быть, да. И вполне естественно, что тогда мужчине сложно сделать первый шаг, потому что он боится, что ему снова откажут. Это, ну, да, его, ну, какое-то ощущение, может быть, унижения. И что он делает? Он передает какие-то вот все-таки какую-то мужскую роль, мужскую позицию. Он отдает ее женщине. То есть пусть женщина делает первый шаг. Тогда это будет ее заинтересованность. И тогда я сделаю шаг навстречу. Вот. Поэтому, ну, вот как бы, да, то есть тоже определенный уровень страхов, да, естественно, что тревожность в этом плане, самооценка. То есть на самом деле нужно вот работать с этими вещами и понимать, откуда это идет. И делать какие-то опыты, шаги. Нужно, наверное, вы знаете, вот четко понимать, что никогда нельзя терять веру. Веру в себя. Веру в этот мир. Ну, хотите, я не знаю, там, веру в судьбу, в конце концов. Веру в то, что ты всегда найдешь правильный путь. Нужно в это просто верить. Нужно четко это понимать. Это будет. В конце концов, даже если были какие-то, скажем, отказы, были какие-то, может быть, неудачные, да, отношения, ну, так что? Все через это проходят. Этого не нужно бояться. Потому что, как минимум, он двигается. Он получает опыт. Это же здорово. И он обязательно, если он будет идти дальше, он обязательно встретит своего человека, свою женщину. И все будет у них хорошо. Если вас весь час турбуют сомнения, что до вашего партнера, возможно, это вообще не та людина, которая должна быть рядом. Або, наоборот, сделавши крок вперед, вы можете отримать новый, качественно-кращий ревень отношений. Даже с разучиванием, если уже ему быть, жизнь не закончится, потому что это и ваш жизненный опыт. И никому, кроме вас, не прожить ваше жизнь. И с его радостью, и с его ошибками. А мы ждем ваших историй и вопросов за мейлом, что вы видите на экране. Жизнь еще простее. Не прощаемся. Сначала я успокаивала, говорю, переходный возраст, это же такое дело. Она говорит, ну, я понимаю, переходный возраст с переходным возрастом, но так просто. Может быть, это какая-то современная молодежь такая, может, я не знаю, какие-то такие устои у них, какие-то моральные принципы, но непонятно, почему они так делают. И мне вот за нее просто обидно, вот просто, что ее боль. Сейчас начались проблемы. То есть, 21 год, заканчиваем университет, и начались проблемы. Я открыл вот эту свою фирму, уже два года она у меня существует, и как-то я не понимаю, я работаю себе в убыток. 400 гривен каждый месяц я заплачу налога, и не могу дальше продвинуться, вот в продвижении товара, ничего, у меня ничего не получается с этим. Стал много есть сладкого, потому что из-за этих волнений, переживаний как-то, наверное, я прихожу домой просто, я неконтролируемо начинаю есть сладкое. Я там где-нибудь в кафе взял и съел тоже сладкое, где-то зашел, съел постоянно. И это очень много тоже насчет этого переживаю. Субтитры сделал DimaTorzok